Всем привет, с вами Fullfire, вышел патч 1.77, кто пропустил такое важное событие может посмотреть недавний стрим. Там представлены все новинки патча, ну а сейчас я подготовил для вас обзор на Ла-200. Знаешь, что все будут делать видео по танкам, но кто-то же должен выпускать авиационные обзоры. Так вот, начнем с боевого рейтинга. Он составляет 8.0 во всех режимах, и мы являемся завершающим истребителем ветки самолетов Лавочкина. Первое, что бросается в глаза, это габариты этого советского истребителя. По сравнению с другими реактивами, мы выглядим каким-то гигантом. У нас стоят два двигателя, такие же, как у МиГ-17. Но в отличие от МиГа, наш вес намного больше. Мы практически в два раза тяжелее. Оно и понятно. Видите, у Ла-200 установлены три 37-митровые пушки N-37D с общим боекомплектом 150 снарядов. На выбор представлены три ленты. Стандартные, в ней осколочно-фугасные и бронебойные. Воздушные, в ней преобладают только осколочно-фугасные и, наконец, бронебойные, только с бронебойными. Я пробовал все ленты и скажу, что самая эффективная из них – воздушные. Но, честно, урон от таких пушек какой-то странный. Нередко у меня бывали просто попадания вместо критов или сбития противника. Вроде калибр пушек немаленький, а эффекта ноль. Да и точность тоже не самая лучшая. Нужно брать достаточное упреждение, чтобы попасть. Легче уж пулеметов пострелять. Кстати, у осколочно-фугасных снарядов стоят самоликвидаторы, и на дистанции примерно километр они взрываются. Из-под весного вооружения ничего нет, поэтому для совместных боев мы бесполезны. Да, у нас есть бронебойные снаряды с пробитием 35 мм, можно постараться кого-то забрать с них, но учтите, что при таком боевом рейтинге есть мощные зенитки, которые не позволят вам сделать заход. Да и к тому же на некоторых танках установлены 20-мм автоматические пушки, которые тоже неплохо так могут повредить наш самолет. Я вот в этом моменте пытался забрать леопарда, заходил под прямым углом, но почему-то эффекта от моих снарядов не было. Может мне попался толстый леопард, или может снаряды были холостые. В общем, забрать мне так его и не удалось. Что касается нашей прочности, бывало, что я выдерживал множество попаданий, плюс таран, и на одном оставшемся двигателе, наверное, бы смог еще бы дойти до аэродрома. А бывало, что я терял крыло от первого же попадания. Похоже на какой-то рандом, но все же в большинстве случаев прочность конструкции у нас хорошая, и позволяет без каких-либо потерь закладывать вираж на большой скорости. Не все реактивы это могут сделать, потому что сразу возрастает нагрузка на крыло, и его можно потерять. За все время я все еще один раз вырвал за концовку крыла, и то до сих пор не понял, как я это сделал. Ладно. Переходим к более интересной теме. Затронем маневренность. Может показаться, что раз у нас большой самолет, то он будет медленным и неповоротливым, но это не совсем так. Маневренность остается на уровне ЛА-15, и во многих случаях позволяет обыграть противника. Конечно, желательно использовать воздушный тормоз и закрылки, но даже и без них самолет неплохо себя чувствует в бою. В самом начале боя, сразу после взлета, советую немного набрать скорости, а затем поставить угол в 15 градусов. Через некоторое время у вас будет нужная высота и приличная скорость. По совокупности характеристик мы будем даже лучше Мига. Но есть одна проблема. Мы не можем догнать многие другие реактивы, из-за своего ограничения максимальной скорости по флаттеру. Она у нас равна 1123 км в час. Дальше уже отрываются крылья. Но до такой запредельной скорости мы иногда просто не можем разогнаться. И к тому же быстро теряем эту скорость. В то время, когда другие реактивные истребители спокойно его держат или даже преодолевают. В целом могу сказать, что ЛА-200 мне понравился своим внешним видом. По характеристикам он также неплох, но все же я не ощутил какого-то тотального превосходства, как мне многие о нем говорили. Самолет хороший и может себя показать в бою. Но если вы ожидаете, что он будет такой же, как Як-23, то вы ошибаетесь. Главной фишкой самолета я считаю устойчивость с большим перегрузком при резком вираже и достаточную живучесть. Сюда можно было приписать еще ультимативное вооружение, но урон от 37-мм пушек меня не впечатлил. Поэтому пока что выделю только два пункта. Хотелось, конечно, увидеть в действии РЛС, которые представлены на этой машине, но, к сожалению, радары в игре пока не работают. Что касается симулятора НБЭВ, то тут самолет тоже себя хорошо чувствует. Управляется легко, имеет отличный обзор из кабины, и, как по мне, стрелять от первого лица даже лучше и точнее. На этом по игровой части у меня все, и мы переходим к истории. Новый проект Лавочкина получил заводской шифр Ла-200. После утверждения 24 февраля 1949 года макета самолета развернулась его постройка. От одноместных фронтовых истребителей перехватчик отличал наличие нового радиотехнического оборудования. РЛС ТОРИ-А, запросчик радиолокационного распознавания МАГНИ-М и ответчик ПАРИ-М служили для обнаружения, опознавания воздушных целей и для выполнения атаки по противнику. Автоматический радиокомпас, радиовысометр малых высот и система слепой посадки Материк предназначалась для уверенного самолета вождения в любых метеоусловиях в одиночных полетах, а совместно с РЛС могли обеспечивать и групповые полеты. После постройки и устранения производственных дефектов машину на аэродром вывезти не спешили. Основаясь на предыдущем опыте для самолета, впервые в практике УКБ разработали обширную программу наземных испытаний практически всех систем и агрегатов в условиях, максимально приближенных к реальным. Наземные испытания выявили еще ряд серьезных недостатков, как конструктивного, так и производственного характера. Их невозможно было бы устранить в аэродромных условиях без значительной потери времени. Заводские летные испытания самолета начались 9 сентября 1949 года. А уже 1 декабря машина была возвращена на завод для доработок. Его оснастили управляемыми триммерами, позволяющими сбалансировать самолет на любом режиме полета. ЛА-200 показал хорошие летные данные. По пилотажным свойствам самолет практически не отличался от одноместных истребителей. И в 1951 году ЛА-200 по-прежнему оставался единственным всех отечественных всепогодных перехватчиков, прошедшим успешно государственные испытания и был готов к серийному производству. Но с производством все затягивали. Советскому Союзу нужен был перехватчик, который мог эффективно бороться с ядерными бомбардировщиками. В то время было необходимо доработать РЛС и разработать управляемые ракеты. В частности, именно УКБ Лавочкина было привлечено к этим работам в качестве разработчика первой отечественной зенитной управляемой ракеты В-300 и управляемой авиационной ракеты Г-300. Борьба за первенство обвенчалась долгими разработками следующей модификации ЛА-200, модификации Б и БФ. В итоге, доведённую отработанную РЛС в 1953 году поставили на новый Як-120, а все испытания по ЛА-200Б были прекращены. О судьбе самолёта ЛА-200 можно сказать следующее. Он был достоин и мог стать первым в своём классе, но ему не повезло появиться на свет в исторический момент выхода на сцену управляемого ракетного оружия. Вот такая история. Кто первый на канале, не забываем подписаться и нажать на колокольчик. Если вы открыли данный самолёт, то поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Ну а я вам желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.